всем привет дорогие коллеги спасибо большое за пунктуальность надеюсь вам понравился мой видео бонус дайте пожалуйста обратную связь как меня слышно как меня видно если все хорошо поставьте десяточки в чат спасибо большое тогда я начинаю ребят смотрите сегодня у нас не будет каких-то крутых техник да то есть не ждите что я вам создам какие-то методы рекрутинга этого полно у каждого директора есть своя система обучения да какой каким методом работает директор он как правило учит своих лидеров которые к нему приходят но если даже вы попали на неработающего лидера такое бывает в жизни мне довольно часто пишут в личку да что там татьяна вот возьмите меня под свое крылышко я попал там на лидера который меня не учит ребят у нас есть компании абсолютно все абсолютно все для роста у нас очень мощное обучение от самого от faberlic зайдите просто в свой кабинет укатитесь подвальчик нажмите раздел партнерство да и в разделе обучения вы увидите сколько всего разные методы я сама лично очень люблю наше обучение от компании по instagram по продажам через соцсети я не работаю методами продажи да хотя у меня есть команде кто это делать я работаю полностью только в онлайне ну и соответственно тоже всех учу но сегодня будет очень полезно и очень интересно я буду делиться своим опытом расскажу вам реальные истории из жизни моих успешных партнеров для кого будет особенно полезен этот эфир конечно же для новичков которые только пришли в этот бизнес начинают свой путь до чтобы вам не набивать шишек просто берите этот опыт и используйте его вас обязательно все получится ребят также это будет полезно для тех кто вот зашел в ступор до крокодил не ловится не растет кокос я повесил нос да все начинают думать что этот наверное бизнес не для меня вот досмотрите это видео до конца ваши мозги встанут на место в конце будет еще один видео бонус да для самых внимательных терпеливых кто будет со мной до конца то есть еще один очень полезный мотивирующий сюрпризик вас ждет секрет самый секретный секрет вот так скажем да ребят давайте познакомимся потому что я на регион первый раз виду вебинар ага все хорошо так в чатах мне везде поставили десяточки что всех все хорошо да вот у кого плохо просто перезаходят ребят меня зовут татьяна гар тингер я живу в алтайском крае в городе камень набита небольшой такой городок у нас 45 тысяч населения и с 2017 года я уволилась наемной работы и полностью посвятила себя faberlic когда в семнадцатом году я увольнялась мой доход был от компании 11 тысяч рублей в каталог если пересчитать на доход в месяц то это как раз была моя зарплата на нами и так мне там было тяжело да но хотя я очень благодарна своей наемной работе потому что именно она меня мотивировала рвать когти оттуда да я так ненавижу вот это рабство я очень свободолюбивый человек и когда у тебя сто пятьсот начальников каждый сам утверждается за счет тебя и семь пядей там у тебя во лбу ты мега мозгом будь если у тебя нет лохматого родственника среди директоров ты никуда не прорвешься да то есть я думаю это ни для кого не секрет поэтому я очень хотела вырваться я понимала что этот бизнес даст мне эту возможность и что я хочу сказать да что сейчас вот спустя вот это время мой доход уже от компании составляет ну порядка 40 тысяч раз две-три недели да если это пересчитать на доход в месяц то получится ребят больше тысячи долларов и где на какой наемной работе мне будут платить такие деньги причем полностью официально полностью белый у нас доход у нас с компанией договор заключен пенсионный стаж все то есть полностью в рамках правового поля обычно если у тебя на наемной работе дает такая зарплата то ты либо там нелегально да там в отдельном конвертике эти денежки получаешь но я на своей прошлой наемной работе проработала шесть лет я не вышла в плюс ребята как здесь там начала с 11 тысяч заканчиваю не заканчиваю планирующие дальше но на данный момент времени да уже больше тысячи долларов доход в месяц там я проработала шесть лет пришла на зарплату в 20 тысяч мне сократили доход потому что ой грянул кризис всех депримировали в итоге через шесть лет которые я туда отдала мой доход стал 17 тысяч в месяц если посчитать расходы которые там на питание на проезд на одежду да там дресс-код то еще у нас был нам ничего форму не давали да все нужно было самому чистой прибыли это очень смешно сколько там будет для чего я вам это ребят рассказываю я вам это рассказываю для того чтобы вы понимали насколько это перспективное направление бизнеса последние пандемические вообще до ситуации на показали что земной бизнес у людей рушится люди теряют работу до наемную свою а мы растем да когда вот в прошлом году полностью закрывали все границы у нас наоборот рост был потому что все больше людей приходит в интернет они понимают что нужно запасной аэродром что нестабильно это все что работа через интернет безопаснее проще лучше и так далее вот сейчас у меня живя в маленьком провинциальном городке у меня большая международная команда в моей команде 13 стран мира все отлично зарабатывают я сижу дома нажимаю кнопочки мой бизнес больше своей части автоматизирован я могу сорваться в любое время мне не надо отпрашиваться у начальника мне не надо оформлять какие-то больничные листы до бегать я полностью сама себе хозяин я могу свой бизнес в любое время поставить на автопилот и все до наслаждаться жизнью поэтому ребят понимаете что это действительно стоит того чтобы потратить свое время это ваше будущее очень перспективное направление давайте теперь будем с вами переходить к сути да и надеюсь что вы поняли насколько у нас все легально фаберлик в процессе своей работы я вот знаете собрала все наверное шишки которые может собрать человек который пришел в этот бизнес чтобы вы понимали когда я пришла в сетевой но это было в декретном отпуске я просто человек амбициозный не могу сидеть без дела и был такой период что ребенок только ел и спал и я добралась до интернета и увидела что там занимаются люди сетевым маркетингом я думаю о так это то что мне надо я не хочу продавать я не люблю продавать я не продаю хотя у меня был немножко период такой я вам тоже сегодня обмолвлюсь об этом но я это дело без удовольствия я вот строим структуру и через интернет хочу зарабатывать все я пошла в сетевой бизнес вообще не понимаю что компании отличаются я думала что это все одинаково абсолютно до выбрала первую попавшуюся компанию и понеслось да там уже потом мозги включились когда первые выплаты пошли и так далее поэтому в процессе своей работы я нашла вот три вот такие правила которые я всегда рассказываю своей команде а если новичок в чем-то сомневается топчется на месте или лидер какой-то у вас до сбился с пути и ушел в какие-то сомнения то прям вот возвращать его вот сюда в эти три правила и все будет хорошо итак давайте начнем ребят первое правило это слушать только тех у кого есть результат вот я сейчас вас попрошу да кто мне на эфире здесь в комнате у нас уже более 60 человек в инстаграм да есть тоже зрители напишите вот сталкивались вы с таким что когда вы пришли в этот бизнес до вас осуждали родственники друзья отворачивались знакомые булили да можно это прям вот так назвать сейчас такое модное слово до буллинг вот реально да напишите вот было ли у вас такое я расскажу свою историю но было конечно было ребят да вот сто процентов ну кто-то пишет что не было круто ребят вам вообще повезло до сих пор говорят да она да понимаете это будет у всех очень там высокий процент у кого вот происходит это ребят и что важно важно не дать вам свернуть с этого пути да не позволяйте никому вас с этого пути свернуть почему потому что ребят у нас есть интернет можно загуглить и узнать это пирамида лохотрон обман или это официальная компания нас часто путают с пирамидой люди почему потому что они как зашоренные лошадки вот они где-то что-то услышали какой-то слух и они не имеют до привычки проверить все они воспринимают все на слово на веру и они вот как зашоренные лошадки бегут все отстаньте от меня это пирамида это обман лохотрон а ему не хватает ума вот просто в гугле забить название компании и что тогда он увидит да он увидит что у фаберлик есть официальное представительство не где-то там как ты зайдешь какая-то там компания в африке зарегистрирована то есть по-честному все оформлено как положено уставной капитал до большой для серьезной компании наша компания 46 странах мира то есть не будут же международное сообщество доверять до какой-то там обманной компании ну как происходит да происходит так что ты говоришь там своей мамочке мам я решила развивать бизнес с фаберлик все вот готова в бой а мама тебе говорит да ты что одурела что ли да у тетя нади катюшка племянница ее ходила в этот фаберлик да там вообще обман кидалова лохотрон пирамида и так далее да понеслось понеслось во первых кто это катюшка и мы понятия не имеем что она делала мы понятия не имеем дело в том что психология людей устроена так что они будут всегда оправдывать себя очень мало кто способен признавать свои слабости обычно как происходит я хороший я умный эта компания плохая это лохотрон а то что я ничего не делал да то что я вообще там палец о палец не ударил это мы будем молчать мышь хороший да мы себя любим да все плохие я хороший так устроен мир и поэтому вот рождаются вот эти слухи сплетни и так далее и вы должны в первую очередь опираться только на свои знания и не слушать никого вот если вам человек дает какие-то советы вы всегда спросите у него а у тебя какие успехи чего ты добился а вот знаете что выяснится что советы всегда дают те у которых вообще ничего нет у него ничего нет он лежит живет в кредит каждую сотку считает но совет он раздает он все знает вот опирайтесь на советы наставника до того человека который вы вы знаете что у него чек уже большой до что вот он путешествует на что он зарабатывает что он уже прошел этот путь вышестоящий ваш директор да опирайтесь на него при всей моей любви и уважении так нашим мамочкам папочкам но как правило вот они и начинают вот это давление оказывать и человек ломается и сдается да потому что не получил поддержки от своих родных знаете как у меня было я мне повезло меня поддержал муж сразу то есть меня получилось ему рассказать донести все выгоды этого бизнеса он меня сразу поддержал но мы не стали рассказывать никому родственника потому что такие родственники у нас ух такие мощные ребята со своим мнением вот и потихонечку потихонечку я этот бизнес развивала и пришло время когда мне увольняться я уволилась им ничего не сказала и начала сразу оформлять и п и время то идет и мне задают родственники вопрос отчет и когда в отпуск закончится у тебя ну я конечно же не стала их тут уже обманывать и говорю что все я теперь уволилась я индивидуальный предприниматель это надо было видеть ребята этот взгляд просто вот так крутили ты что ты сумасшедшая ты уволилась с работы ты что да и сейчас уже эти же люди мне говорят что ты такая молодец да как ты вообще жизни все круто устроила вот но если бы я слушала их советы у меня бы никогда не было этого бизнеса ребята никогда или еще один пример тоже из моей команды да у нас есть девушка у которой муж бизнес у мужа был да он хорошо зарабатывает и хотел чтобы она дома сидела никуда не ходила она очень амбициозная девчонка такая активная целеустремленная ей надо реализовываться то есть она хочет самореализации и она пошла в этот бизнес муж когда узнал это был просто скандал еще чуть ли там не до развода то есть он ей выставил ультиматум все либо-либо да и что вы думаете но она начала заниматься этим бизнесом вернее продолжила только что он не знал вот мы сейчас конечно зная эту ее историю очень умиляемся как он везде ее сопровождает там на все форумы фотосессии сейчас она уже директорском закрытом звании опередила уже доходы мужа и теперь да когда уже есть результат он конечно ее начал поддерживать но до этого ей пришлось побороться вот будьте готовы к такой борьбе наберитесь сил не слушайте никого кроме тех у кого есть результат это очень важное правило большая часть новичков сливаются только потому что вот здесь дают слабину ребят дальше переходим с вами ко второму моменту да тоже вот поделитесь со мной в чате ребят у кого такое бывает да что вот смотрит а в чате поздравляет там какую-нибудь да девчонку да посмотри и вот ее поздравляют и воду поздравляет да что же такое да что там она делает такое что я не могу да вот прям вот обидно то что такое может быть я делаю что-то не то вот бывало так у кого-нибудь напишите вот по моим наблюдением ребят это тоже такой очень шаткий момент и в моей команде сливались лидеры уже лидеры на понимаете то есть под которым была команда только из-за того что они начинали себя сравнивать с другими что важно понимать ребят важно понимать что у всех разные ситуации кто-то например сидит дома да какая-нибудь девушка сидит дома муж у нее работает у нее куча свободного времени все то есть она может посвящать этому бизнесу там 68 часов да у нее будет одна скорость роста а есть кто например да совмещает с наемной работой у него еще плюс ребенок быть на нем я сама прошла этот путь я знаю как это да потому что у меня была такая наемная работа где не могла себе позволить ничего делать ребят я сидела под камерами у меня было 150 начальников меня там проверяли обзванивали и целый день шел народ не прекращаемся потоком да у меня у меня стояла вот такие вот папки четыре папки по разным направлениям это инструкции которые я знала все на зубок я не могла ничего делать но я вставала утром за час до того как проснется мой ребенок работала да я в обед когда кушала могла слушать какой-то эфир да я вечером после работы когда ребенок укладывался все домашние дела сделала домашние дела что ж никто за меня не будет делать да вот и потихонечку я потихонечку шла если бы я себя сравнивала тоже с другими я бы тоже сдулась потому что ну я могу там выходные поработать и там максимум два часа ну два с половиной в течение дня выделить да или тот кто сидит и целый день может обучаться без проблем да разница колоссально между этими людьми или знаете как еще мы тоже из моего личного опыта значит пришла девушка в команду которая вообще не имеет опыта в сетевом вообще ноль ну она хочет да то есть она вообще из другой сферы пришла бытовых услуг потому что надо альтернативный вариант заработка она начинает разбираться то есть она вообще не понимает чуть такое на не значит такой сетевой маркетинг и надо разобраться с методами до понять какой метод у нее работает да она вот потихонечку 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 да идет и приходит другой партнер из другой команды который за собой переводит всю свою структуру ну такое часто да да я думаю бывает у нас и он уже знаком с сетевым бизнесом он понимает маркетинге он умеет их сравнивать он умеет считать у него уже есть методы которыми он работает и которому приносит результат то есть он пришел сел и папилл сразу да и вот эта девушка смотрит на него и думает нифига себе а что я делаю не так да почему вот он так прет а я нет и все она мне начинает звонить грустить да тут говорит ой муж муж тоже увидел что этого человека поздравлять всем не горит и какого там черта делаешь вообще сидишь да еще муж там поддержку так скажем устроил и человек начинает сливаться да поэтому ребят не сравнивайте себя ни с кем кроме самого себя это очень важно это ломает дух бойца но это не значит что вы должны вот зарегистрировалась села все ни на кого не смотрю чтоб ни с кем себя не сравнивать все да просто жду зарплату ну все давайте чо номер карты высылать нет это совершенно не про это вы должны быть честны перед самим собой сравнивайте себя вчерашнего себя сегодняшним что хотя бы один шаг вы сделали да если вы новичок еще только обучаетесь изучили какой-то да видео урок смогли там настроить рекламу да например не знаю кто там каким методами работа регистрацию сделал да вот да новый метод какой-то освоил да я вот вообще постоянно обучаю сейчас прохожу курс там по таргетированной рекламе чтобы глубже глубже до свои знания прокачать и я тоже стараюсь чтобы каждый день несмотря на то что я уже тоже закрытом директорском статусе да я стараюсь каждый день чтобы что-то я узнала новое вот поэтому сравниваем себя с самим собой вчера чтобы вы обязательно были в движении как говорится если ты не можешь идти в направлении своей цели ляжь в ту сторону лежи хотя бы просто ты должен обязательно до шаги делать каждый день третий момент ребят это система действий я всегда своим лидером до которые ко мне приходят бизнес мы беседуем да привожу такую аллегорию что нас бизнес это терпеливый бизнес да ты вот как будто бы ниточку такую вот тянешь потянешь да потихонечку потихонечку ее тянешь и как можно да можно вот так вот ниточку тянуть и она у тебя просто там падает на пол да все там начинает путаться ты весь уже ногами в этой ниточке ты и тянешь тянешь столько сил потратил все перепуталась ты ничего не понимаешь психуешь столько энергии сил отдал результата нету да чё делать все выгорел это не мое пошел да почему это происходит потому что нет системы действий ребят обязательно должна быть система действий потому что вот эту ниточку нужно наматывать на клубочек понимаете прикладываешь те же самые усилия только не как попало это все и хаотично да у тебя разлетается в разные стороны путается а в клубочек маленькой ниточкой наматываешь 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 да клубочек сначала такой малюсенький потом да надо прикладывать усилия да мозг свой включать там обучаться да слушать наставников ходить там на видео уроки всякие обучающие да по тому направлению ком ты хочешь работать надо прям стараться кропотливо но постепенно клубочек становится все больше 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 и наступает тот момент когда он начинает катиться сам но вот это дает только система действий вы должны понимать четко что вы делаете зачем и когда у вас обязательно должен быть ежедневничек вот смотрите самый красивый себе купить ежедневничек вот я всегда свой показываю ежедневничек я очень люблю ведь мне что-то же ребенок мой украшает его до чтобы мне еще приятнее было работать вот уже почти все до конца до года дошли на каждый день у меня расписание я сейчас вот вам покажу вот у меня сегодня и вчера видите сколько задач это мне сегодня сегодня мне аншлаг вообще по полной до сделала задачу вычеркнула сделала задачу вычеркнула что не сделала переписала на следующий день да вот у меня следующий день например да вот видите мне там уже на несколько дней вперед все прописано у вас должно быть точно так же если у вас нет ежедневника все беда вообще ребята это вот первый признак того что ничего не будет толку срочно бежим покупаем ежедневник себе самый красивый вот ладно там план на год я знаю что новичку вообще сложно сделать какой-то план годовой да это вообще уголь как сложно но у вас обязательно должен быть план на день план на неделю план на каталог четко если вы обучаетесь 20 процентов времени вы тратите своего на обучение 80 процентов это практика до работы с командой ребята все горели что меня видно наташ вот поэтому ребят это очень важно да вы должны например знать что я сегодня там рекрутирую да обучаюсь сегодня у меня созвон там с таким с таким до лидером вот сейчас у нас с вами идет подготовка к программе new level до отчетики выгрузили посмотрели запланировали сегодня вот с этим пообщаюсь завтра с этим пообщаюсь там с этим до расписали себе на несколько дней я даже личные дела тоже планирую вот поэтому каталог мы с вами тоже как работаем первая неделя то мы открываем я думаю что у всех есть обучение всех есть обучение как работать со структурой я думаю любого директора и что там начала недели мы открываем каталог до середина недели там работаем со стартовой программой там лайками так далее конец каталога закрываем его до что мы делаем на закрытие каталога что Закрываем всегда, не в последний день. Я начинаю закрывать каталог уже со вторника последней недели. То есть все, пятница, суббота у меня край, уже все отработано, чтобы на последний день не падало. Ребят, больше пишут, что видно, поэтому я не буду на это отвлекаться. Вот. Система действий. Обязательно. Если системы действий нет, не будет никакого результата. Так, что-то у меня тут... Так, про запись Галина спрашивает. Мне кажется, Галина, что запись будет, но по крайней мере комната пруфа обычно делает запись. Так, где пройти курс таргетированной рекламы? Подскажите, пожалуйста, купить в интернете? Купить в интернете? Ну, есть еще один лайфхак, но вот если вы мне в личку в телеграм напишите, я поделюсь. Насколько для вас это важно? Посмотрим. Так, видно, все меня видно. Видно, все видно. Отлично. Так, ребят, ну что? Смотрите, что мы с вами подводим итоги, да? Какие мы подводим итоги? Обязательно заводим ежедневник, если у вас еще его нет. Он должен быть обязательно. Самый красивый, самый чудесный во всем мире. И прям на первую страничку, да, своего ежедневничка записываем вот эти три правила, да? Слушать только тех, у кого есть результат, не сравнивать себя ни с кем, кроме себя и выработать систему действий на каждый день списочек. Сделал, вычеркнул, сделал, вычеркнул. Новички, если вам пока еще сложно много задач делать, вот я своим рекомендую так, что напиши три дела, которые тебе нужно сделать обязательно. Ну, не можешь ты, как я, 16 делал, сделать, ну ладно, сделай три. То есть напиши три самых важных и остальные там подписывай, которые можно там переносить, делегировать, да, и так далее. Вот, ну три важных самых ты должен сделать. Все, не читаем чаты, ничего не открываем. Вот пока ты их не сделал, вообще жизнь остановилась. Три важных дела. Потому что, смотрите, бизнес, он сам себя не построит. Мы с вами приходим в бизнес. Очень меня удивляет, когда человек, ой, блин, у меня недавно такая история была. Я даже немножко похохотала со своими лидерами работающими. Мне девушка пишет на бренд, она пишет, говорит, я хочу бизнесом позаниматься. Вот возьмите меня к себе, я хочу бизнесом позаниматься. Я говорю, девчонки, вот 100% не будет толку, да, потому что бизнесом нельзя позаниматься. Это же бизнес. Им надо жить, да, то есть ты должен работать на свой бизнес. Представьте, что вы в земном бизнесе вложили миллион рублей в бизнес. И что? Собралась и уехала к бабушке. Ой, я не могу работать, не могу свой бизнес развивать, у меня тут интернета нет, да. Или устроились вы на работу высокооплачиваемую, да, и что? К вам приехали подружки. Вот у меня одна такая девушка в команде есть, у которой вот постоянно какие-то гости, вот я не знаю как-то, вот постоянно. Друзья, они уехали, приехали. Мама приехала, дядя приехал, брат, сват, подруга. И то есть, как ты на работу пришла, ты что скажешь на работе? Здравствуйте, уважаемый начальник, сегодня меня не ждите, ко мне гости приехали. Это бизнес, это ежедневная система действий, это постоянная борьба с самим собой, но это того стоит, ребят, потому что наша с вами компания перспективная, самая мощная пока на рынке всех сетевых. У нас самый широкий ассортимент, у нас постоянно идут какие-то награждения, регалии и так далее. То есть, нам даже с вами, да, вот есть такие компании, которые говорят, я там эко, мы эко-бизнес-компания. Ты говоришь, а какие у вас есть регалии, подтверждающие это, да, я же тоже могу сказать, что я вот императрица там, там Елизавета Вторая, да, какие ваши доказательства? Вот, поэтому нам даже не надо, откройте новости. Наша компания постоянно всякие международные награды собирает во всех просто областях немыслимых. И полностью белый доход, и профессия включена в реестр профессии Российской Федерации, и самозанятость у нас сейчас с вами по России есть, с пяти тысяч уже можно оформлять денежки на карту. Ну, на этом у меня все. Можно еще повторить три правила. Можно слушать только тех, у кого есть результат, не сравнивать себя ни с кем, кроме себя, и выработать систему действий. На моем YouTube-канале есть запись такого эфира, заходите, если что. Так, спасибо. Дайте обратную связь, все ли понятно. Вопросиков нету. Как вам было ли полезно? Классно, спасибо, спасибо. Отлично, ребят. Тогда я сейчас вам запускаю еще второй видеобонус. Кто у меня в комнате, пруф его посмотрит. Только они. Благодарю, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.